Привет всем! Два лысых мужчины в кадре. Давний мой приятель, знакомый, творец Демиург. Да, Григорий Демченко, для некоторых просто Гриша. Мастер снимать голых, обнаженных, прекрасных девушек, а иногда даже юношей. Тут надо сказать, что для меня лично, как не очень продвинутого специалиста в этой сфере, это все делится на две категории. Это вот эти телочки с большими сисяндрами, которых фотографирует для журнала «Максим». Ну и типа вот арт. Вот Гриша очень может так, он их, знаете, как вот так вот делает, и получается весьма красиво. Сам вот недавно поучаствовал очередной раз. Первый вопрос такой, дорогой Григорий. Ты бы как бы вообще сам сейчас квалифицировал тех фотографов, ну и вообще все, что связано с фотографией, ню. То есть как вот в твоем понятии это распределяется? Классифицировать по умениям или потому что кто что делает? А вот давай, давай, по умениям, потому что что делает. Давай сначала классифицируем по вот этому самому ню. Вот как бы ты меня знаешь как фотографа, который фотографирует сиськи, да? Я лично считаю, что я сиськи вообще никогда в жизни не фотографировал. Ну потому что ты еще немножечко письки фотографируешь. Ну и большей части. Ну как бы дело не в этом, а в том, что вот как бы понимаешь, что у тебя взгляд со стороны, и ты думаешь, что это так. У меня взгляд со стороны. Да я же тебе бузь, Гриша, ну ты что? Да нет, я знаю, что ты стыдешься. Но как бы надо же добавить. Ты спросил про классификацию? Да, давай, давай. Все делятся как везде. От лоха до суперпрофессионала и мастера, да? То есть кто что умеет и насколько кто понимает, что он делает. Все как бы просто. Когда человек ничего не понимает, взял в руки камеру, нажал на спусковой крючок и отфигел от того, что там творится, да? У него в ленте куча сисек, он как бы взрослый мужик, ему надо реализоваться. Он начинает кучу сисек снимать. Это мусор, который мы смотрим. А человек, который делает картину, он делает картину. В моем случае я просто убирал все лишнее. Ко мне приходили люди, а я убирал все лишнее. Убирал, 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 раз образовывался голый человек. Из голого человека складывали узор. Узор оказался волшебным, а в результате ты меня знаешь. И к сиськам это имеет отношение только вот ты видишь, они там есть. А на самом деле там… Ну, все равно, согласись, ведь голая натура, если ты мальчик, если у тебя все ненормально сейчас, наверное, так в нашем толерантном мире нехорошо говорить, я имею в виду, ну, если ты ориентирован на девочек, ну, у тебя должны быть какие-то там позывы нервно-паралитические, да, когда ты смотришь на обнаженное тело. Тем более, если оно красиво снятое. Всем тем, кого я учу, а учу я много народу, я всегда говорю одно. Ты на съемке слышал, да? Если перед тобой голая баба, смотри ей в глаза. Потому что узор будет оттуда. Узор будет оттуда. А если, опять же, вот ко мне придет такой мальчик, которому лет за 40, и скажет, хочу фотографировать, да, первое, что я ему скажу, чувак, вот, кстати, я бы не стал это делать. А, ладно. Все свои. Когда идешь на съемку, да, сделай так, чтобы вот это вот твое мальчиковое, да, не перерешивало твой взгляд, понимаешь, человека, который будет делать картинку. Сделай все, что тебе будет нужно для этого. Как-то вот расслабь себя перед этим. А вот смотри, ну, то есть, мы в данном случае ведь говорим тогда про некую подготовленную публику, которая, то есть, должна посмотреть на фотографии, понять, что это не просто, типа, голая тела, да, а это как бы еще что-то, или как? Нет, мы не говорим о публике вообще. На публику мне глубоко насрать. Ой, все, сейчас. Фу, 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 сейчас там понесняться. Отлично. Ссылочка мне потом, у меня комментарии. Лена, комментарии надо будет почитать. Да, конечно, конечно. Не, на самом деле, Паш, если вестись за тем, что, как бы, будет и хотеть желать публика, то есть, как бы, вот перед нами картина, да, скажем, даже еще не картина. Мне пришла в голову идея. Я подумал об этой идее и начал ее делать. Первый перевод. Сделал я совершенно не то, что подумал, но сделал, да. Круто, не круто сделал, картина появилась, я выложил ее. Потом начали смотреть. Вот смотри, сколько было. Первый маразм от моей идеи до исполнения. На самом деле, там больше маразма. Потом от исполнения до зрительского восприятия, да. А дальше пошли их стереотипы. Я когда говорю, что мне насрать на зрителей, я имею в виду, что мне на их стереотипы насрать. И пусть они с этим разбираются сами. Потому что я стал тем, кем я стал, да, опираясь не на их стереотипы, а на то, как я плыву и как я делаю картину. Сквозь стереотипы. Их стереотипы, свои собственные. Много, я же не пацаном этим занялся. И я прокачался психологически. Ну, по психологии вообще всякое разное. И я как бы понимал, что я делаю. Про стереотипы в том числе. И что на срез, идешь на слом стереотипа. И сисечники эти, да, это значит большие сиськи, вот такие ракурсы. А ты берешь этот ракурс, вывернул нахрен наизнанку. Композицию еще сделал такую, чтобы все упали. Эти смотрят такие, думают, ну нифига себе, что он делает вообще. А фамилию запоминают. Слушай, вот такой вопрос, ну стандартный, мне кажется. Ну, ты когда фотографируешь голых женщин, ты их хочешь? Ну, я не могу хотеть псих. Знаешь, хороший вопрос к фотографу, который фотографирует. Ну, как все же думают, что мы там все друг друга трахаем. У меня за первые два года через студию прошло два года 650 человек. Мне столько не трахнут, простите. Ну, то есть 639 где-то, да, получилось? Не, ну, серьезно, серьезно, я тебя абсолютно понимаю, что всех не трахнуть. Да, на самом деле, зависит от ситуации, понимаешь. Я же мальчик, передо мной девочка, у меня мальчиковая срабатывает, хотя я очень тренированный мальчик. И, как бы, я не человек на самом деле. Я объясняю, ну, иногда говорю об этом, что когда я взял в руки камеру, я вообще не человек, я функция. А то, что хочет человек, Демченко, Демченко функции, вообще похрену. Потом съемка закончится, я с этим буду разбираться и что-то вспомню. Но я ведом другими вещами, у меня работают совсем другие физические ощущения. Я как бы... Понятно. А вот девочки, ну, сейчас про девочек самому поговорим, потому что все-таки на них специализируешься, если говорить про фотографии. На моделях. Ну, на моделях. Чаще всего они девочки. Вот, про модели как раз поговорим. Ты же в основном работаешь с непрофессиональными моделями. Да, профессиональные модели – это вообще, это такой геморрой. Превращать их в живых людей настолько трудно, что и незачем. То есть, это связано с тем... Простите, профессиональные модели. Это связано с тем, что у них уже наработаны какие-то, опять-таки, стереотипные позы, взгляды и все такое проще. И не просто наработанные, а как бы мне нужен живой человек, которым отражусь я и процесс, с которым я могу управлять и взаимодействовать. Человек, у которого уже сложились стереотипы. Он пришел такой, ну, что профессиональной модели? Она пришла не к Демченко, а пришла к очередному фотографу. Она уже все знает. Как встать, куда встать, что сделать? Вот мне вот это, все знания этих людей, они как бы это лишнее, потому что мне нужно сначала снять с нее вот все, что она знает, и сделать как надо. Вот, я как бы первые несколько лет... Мне сейчас все равно уровень профессионализма модели не важен, потому что я сначала с нее сниму все, что надо. Я уже знаю волшебные слова, я натренировался. А если не секрет, можешь какие-нибудь назвать? Волшебные слова? Да. Нет, это психологически. Ну, я понимаю, что это не... Нет, дело не в этом. Дело в том, что волшебные слова, ты знаешь, как бы они зависят от человека, с которым ты разговариваешь. И я настраиваюсь, я как бы вижу, как сделать так, чтобы она у меня включилась и начала работать. Я сначала выясняю, я начинаю, например, качать головой, да? Моя модель всегда начнет качать головой в ответ. Смотри, 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 смотри. Смотри, Паша, посмотри сюда. Сюда смотри. Видишь, да? Это интересно. Ну, там целая куча психологических прихватов, которые я как бы собираюсь выложить в курс под названием «Пластическая анатомия для фотографов». Хорошее название, естественно. И там будет... Он будет страшно дорогой, и там будет куча лайфхаков подобного рода, которые я квинтесировал там за свою жизнь, понимаешь? Я вот эти вещи знаю с 90-х, со времен бандитских разборов, да? Одеваешь блестящий бриллиант на память, или не бриллиант, все равно что. И тебе нужно просто увести внимание, вот это как раз, и бликом, понимаешь? И все, чувак уже твой на какие-то секунды. У меня у знакомой такая была золотая ручка, вот такая огромная. Вот, он пользовал ее точно так же, да? У меня был... Подруга, да, она мне рассказывает, для чего? Для двух вещей. А еще в конце я люблю убивать клиентов, когда мы уже подписываем контракт, и я достаю эту ручку, и тут они как бы уже все, тут они уже поплыли окончательно. Ну, как бы да, но на самом деле тут история-то какая? У меня очень выверенное поведение в сети, меня как бы знают, да? И я широко известен в узких кругах. Но модельный круг, знает, это вот первые несколько лет это было примерно так, пойти фотографироваться к Демченко, это из разряда, знаешь, экстремального туризма. Все равно, все равно станет раздеться. А дело не в этом, нет, дело не в этом. Просто я всегда вел себя супер-брутально, и как бы страницу, то есть в соцсети организовывал именно для того, чтобы стиль, да, был, вот он подчеркнутый был. И разговаривал всегда очень брутально. Я не опутывал их сетью, я так сразу по мозгам врезал сообщением. Если она через сообщение проходит, ну, как бы дальше... А вот люди, которые могут воспринять это как некую такую позу, ну, что типа на самом деле ты вот так вот самореализуешься, как великовозрастный мальчик, то есть... Я так начинал, я думал, что будет так. Потому что когда я взял в руки фотоаппарат, я не собирался быть фотографом, я просто запретил себе все свои предыдущие карьеры. Мне было 42 года. Я такой вижу, у меня свет, ну, он ко мне случайно пришел, это отдельный разговор. Вот фотоаппарат первый. Ну, я тоже не думал еще, что я сейчас начну это, да. Такой, о, свет есть, фотоаппарат есть. Я сижу, ты был у меня в первой студии. Да, да, да. Я сижу посередине огромной студии. Я такой думаю, ну, сейчас я стабилизирую свою личную жизнь. Барочни пошли фотографироваться. Приходит первая, и я вдыхаю, выдыхаю, чтобы поймать тазер. И оказываюсь, понимаешь, там, и оказываюсь совершенно в другом мире, в котором я теперь живу. Ну, это же очень круто, на самом деле, погружаться в эту параллельную вселенную, особенно на фоне всех там радостных происходящих вокруг нас событий. В итоге вот эта вселенная, в которой события происходят, это она параллельная. А, ну, даже так. Ну, это и ровно так. Знаешь, как приходится подчас сопротивляться, потому что она иногда появляется здесь, эта вселенная, и говорит, а вселенная устроена так. А я такой говорю, ну, вы пришли к Демченко, вселенная устроена совсем по-другому. Это там она где-то так устроена, а здесь нет. В моей жизни все вот так вот. А были какие-то, я не знаю, там, трагедии или комедии, вот с, ну, то есть вот, ну, это же работа с живым человеком, который тоже может там в ответ, допустим, что-нибудь сделать, захотеть навстречу тебе, а ты, может быть, наоборот, даже не захочешь. Я сейчас, знаешь, что делаю? Я обычно, я сейчас даже иногда говорю, но я люблю их повеселить, чтобы один из лайфхаков, да, это сделать так, чтобы человек начал рожать. Потому что отпускаются мышцы, и там дальше живой человек начинает проявляться. И я это самое, как бы могу сказать, к примеру, я сейчас не буду беречь свое личное пространство, и как бы войду в него, и показываю, как это происходит. Там раз, и возьму, например, за плечи, да. Люди реагируют по-разному. Ну, некоторые могут воспринять это как сексуальное домогательство, харассмент. Типа, я пришла к нему сниматься, а он тут сразу мне за плечи трогать. Я пришла сниматься к нему голый, он за плечи. Нет, короче, тут какая история. Тут не харассмент, а тут как раз мне на это наплевать. Потому что его здесь нет. Лирическое отступление. Недавно был мой друг художник у меня в гостях, да. Сидело три модели в разной степени полуголости, да. И мой друг фотограф, я. И мы очень весело проводили время. Он посидел, ушел, через какое-то время звонит мне и говорит, слушай, я даже предположить не мог, что в компании нюшников, он считает, что я не знаю. Нюшник, отлично, нюшник. В компании нюшников, да, нет, понимаешь, ну, как бы нет ни наркотиков, ни бухла, ни разврата. То есть, ну, даже группа уха не закончилась. Эх. Вот так вот думаешь. Ну, потому что, да, естественно, люди-то думают, что каждый фотограф трахует там каждую голую модель и прочее. Да просто, 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 видимо, хотят еще, понимаешь. Я бы на самом деле, я бы вообще, я бы эту дисциплину в школе бы не ввел, да, но вообще ввел бы где-нибудь в УЗИ на первом году обучения, где уже 18 стукнуло, и уже как бы, чтобы вот обязательно полгода проходили через обнаженную фотографию. Либо фотографами, либо... Это, кстати, офигительно крутая мысль. Потому что это жестко прокачивает. Ко мне приходят эти чуваки, им по 50 лет, они мне завидуют, что у меня куча молодых баб. Я такой думаю, ёпт, вообще, о чем вы вообще, дебилы, великовозрастные. Потому что это вообще, это вот у них ничего, этого нет, они никак не реализовались, и они думают об этом. А для меня это как бы, при чем тут это вообще? Слушай, это офигительно крутая мысль про то, что ввести такой курс в УЗИ. Это действительно очень круто на самом деле. Я вот сейчас вот подумал... А в некоторых ВУЗах это прям обязательно. Например, как мне кажется, это обязательно там, где готовят учителей. Чтобы не выходили вот эти закомплексованные твари, понимаешь, которым потом доверяют людей. Я бы еще в университете МВД бы ввел. Не, ну у них там не так все в порядке. Они столько бухают, что, понимаешь, у них есть компенсаторный механизм. Понятно. Слушай, вот это было очень хорошо. Сам придумал. Да, ну, нет, ну, собственно, поэтому и беседуем здесь. Какими бы вот тогда простыми словами ты бы охарактеризовал свое творчество? Ну, то есть какие-то вот слова, такие ключевики это называется в интернетах. То есть это что? Я художник. Я художник, я так и вижу. Нет. Там, где я художник, я так вижу, я обычно говорю, иди нахуй отсюда. Извините, конечно, в интернете. Просто потому что это совсем не аргумент. Я просто описываю свою деятельность. Я художник, который занимается только одним. Я танцую. А, ты вот. Ну, видишь, ты танцуешь. Я очень хорошо понимаю, что я делаю. Я танцую с фотоаппаратом в руках. Фотоаппарат в моих руках, это продолжение моей руки, это мои кисти, которыми я создаю картину. Из живых людей, которые передо мной. Но они тоже танцуют? Конечно. Ну, ты посмотри на фотографию. Они все танцуют. Они не ээ, они танцуют. А я ловлю их в нужную фазу. И обычно это происходит так, что мы заходим до высокой фазы, до высокой, где вот уже выше невозможно. А дальше я делаю так, чтобы они на секундочку выше поднялись. И делали бы что-то такое, что они не могут делать. Они, как правило, это и не очень понимают, но это и не важно. Даже и я понимаю это, поскольку для меня это инструмент, с которым я разбираюсь. Я на протяжении 11 лет все время рисую это. Все время создаю этот узор. И это перформанс, который в результате потом выглядит в виде этих готовых фотографий. Но когда будет выставка, там будет видно, что к чему. Я хочу центром выставки сделать как раз вот этот перформанс, как создается эта фотография. Потому что мне кажется, что бэки моих съемок намного интереснее, чем как бы сами фотографии. Потому что этот процесс, который происходит, или как управление моделью. Да все то, что делает у меня модель, все то же самое делаю и я. Кстати, вот на Аватаре, там где с раскрашенным ракезом, это Гриша. Гриша меня малевал еще там на Пушкарской. И клип, кстати. В случае с перцем, ты не поймешь, кто кого малевал. Готовишься такой, думаешь, сейчас устроишь что-нибудь. Потом приходит перец, и что устроил, то устроил. Да, я такой. Выстрел в Авроро тоже, Гриша, меня вымалевал клип. Выстрел в Авроро? Да, да. Это где на улице были? Нет, где мы в студии, помнишь, снимали? Да, а где на улице снимали, на этом самом, на стрелке? Этот клип, где он? Я хочу его, потому что это единственный клип, который я снял как оператор. Мне интересно. Я его снес, к сожалению, там по ряду причин, но не буду сейчас распространяться. Ладно. А там так композиционно все, настолько как бы не так, как все его видео. Да. А все хорошо и красиво. Скажи, пожалуйста, вот люди к тебе приходят. Ведь их, ну я просто, я в это не погружался, но я вижу по каким-то там сайт-историям, что их судьбы как-то меняются в свете того, что они там пришли, пообщались с тобой, как-то снялись. Ну, некоторые. Я сам по жизни думаю, да, что я в принципе в жизнях людей знак перемен. Я не являюсь причиной перемен. Ну, еще очень скромный. Скромность – это порог. Это вот как бы, это просто прям порог. Это правда. Это не порог «г», а порог «к», причем который надо изживать, хотя каждому слову. Слушай, извини, я переведу, я тут буквально недавно мем прочитал, что в детстве меня мама учила, что нужно быть скромной и не высовываться. В итоге я не могу задать никакого уличного вопроса, и мной все управляют. А вот-вот-вот, да. Хорошо, да, ну продолжим. А что я говорил? Ты говорил о том, что ты меня… Ну, то есть вот ты… Я не меняю, я об этом и говорю, я не меняю, я знак перемен. Ты знак перемен. Я не вызываю перемены в жизни людей. Просто если у них не происходят эти перемены, то они ко мне не идут. Потому что здесь площадка для трансформации. Потому что все время, когда… На самом деле, я понимаю, почему ты этого не знаешь. Потому что ты сам такой. Ну, возможно, да. Ты как бы в тобой, в твое поле люди заходят, и сразу начинаются трансформации. А для тебя это обычное дело. А я об этом еще и думаю. Ну, то есть я тоже очень скромный. Видите, мы тут встретились два таких чемпионов по скромности. Блин, Паш. Ну, вообще ты прав. На самом деле. Хотя я знаю скромных мастеров, они такие молчат и что-то делают. У меня были очень отличные примеры. Я могу привести. Это гениальная абсолютная таблошка для MC Огонь, который вот ты сделал фотографию. И там один чувак написал, я бы, вот мне там 40 с чем-то лет, у меня там дети и траля-ля. Да, я бы так в своем возрасте никогда бы себя не разукрасил. Как вам не стыдно? И у меня подруга тогда бывшая, привет, кстати, тебе, моя дорогая, в Москве, которая меня сейчас будет смотреть. Она очень ржала над этим комментарием и прямо как бы мне писала об этом, что... Вот. Это правда. И поэтому это как бы убивает на самом деле. Мне кажется, вообще в принципе нашу страну убивает. Я не знаю, я бы, я мне на страну, опять же, простите, страна, мне на страну насрать. О, сейчас это, давайте-ка, включайте. Я, однако, выдал тебе, да? Слушай, включайте, говномер. О чем говорили, потому что там было важно. Ну, про скромность говорили, да. Скромность или нескромность, это состояние индивидуума конкретного, понимаешь? Кому-то для того, чтобы он реализовался, надо открыть рот и говорить. Я не являюсь нескромным, не нескромным, я просто адекватен, понимаешь? Да, иногда это смахивает на мою величину. Для некоторых в разных странах насрать неадекватность. Иногда это смахивает на манию величия, да? Иногда даже мне самому кажется, что у меня мания величия. А потом я смотрю на свои работы и понимаю, под этой манией величия, да, есть, извините меня, подкладочка, фундамент и бэкграунд. Ну, давай так скажем, что если бы не было этой мании величия, не было бы и таких фотографий. Ну, наверное, как бы. Это вместе связано, понимаешь? Ну, оторвешь ты, извини, сейчас вот будет про манию величия. Пабло Пикассо от его герники сможешь оторвать? А у него мания величия, вот у этого чупиздрика была бы здоров какая? Ну, я как раз хотел сказать, что только что прочитал биографию Малевича, вот тоже пример такой, что человек был очень тщеславный, самолюбивый, но зато, как бы, сколько всего. Тщеславие и нескромность – это разные вещи, понимаешь? Тщеславие – это уже, как бы, другая болезнь. Вот если бы был нескромным в детстве, да, воспитали бы нескромного чувака, глядишь, и с тщеславием было бы полегче. А что у меня тщеславие, ну, не знаю. Понятно. Мне даже интересно, что у меня с тщеславием. Мне кажется, что это грех, которым я… Тебе все напишут. Да, в комментариях, да? Так, все-таки возвращаясь, как бы, к потоку людей, которые через тебя проходили, ну, не без, там, имен, фамилии, просто можешь назвать какие-то примеры, когда вот действительно вот твой знак перемен, он как-то отражался в судьбе человека? Смотри, на самом деле всегда отражается, потому что такое воздействие, которое происходит у меня, у меня воздействие происходит. Кроме того, что эти самые, то, что вы видите узор и рисунок, да, происходит воздействие. Мы контактируем, контактируем с запределами физического. Это надо, это так не поймешь. И это всегда вызывает какие-то перемены. То есть человек, находясь в состоянии перемен, попадает ко мне, живущему все время в перемене, да, и происходит, индукция происходит жесткая, и происходит выход из этого. Самый курьезный случай был еще в 2009 или 2010 году, была у меня модель, у которой была глубочайшая анорексия, она после съемки такая сидит. Я говорю, слушай, я как-то уже минут 20 о еде я не думаю. Я такой думаю, блин. А это, например, болезнь, да, была какая-то? Ну, анорексия конкретная, анорексия, булимия и прочая херня. Как бы 28 килограмм веса, как бы все дела. Ну, это жесть, я непонятно, как люди живут. И я такой подумал, ну, это курьезный случай. Вообще это всегда так действует, понимаешь, ты такой приходишь, да, как бы, это, еще ко мне однажды заходила цирковая артистка, году 2010 это было, с ее легкой руки моя мастерская какое-то время называлась «По салону дяди Гриши». Она такая пришла и говорит, я говорю, ты бы размялась, а то все болеть будет. Она, я цирковая артистка, говорю, ну ладно. Через два часа цирковая артистка валяется такая, опять же, свесившись в диванах. И вот легкая рука такая, с пасовым дяди Гриши. Потом процесс, понимаешь, вот как бы и потом идет отпускание. Я же, как я захожу туда вовнутрь? И мне надо, чтобы все отпущено было. Ну да, расслабление. Расслабило, расслаблено это. Ну да, расслабление. А вот расслабиться это самое сложное в наше время. Все очень напряженные. Все напряженные, а я специалист, потому что бы сделать так, чтобы вот все мои лайфхаки связаны с тем, чтобы расслабиться. Да. И их там целая куча, все зависит от, ну как бы, и расслабиться физически. Не ментальные штуки какие-то отпустить, а реальные, реально физически. То есть отпустить зажатые зубы, да? У нас там зажатые зажатые губы. Они отпускаются не тем, что человек рот открывает, а тем, что он отпускает вот здесь вот. Я такой беру, ну-ка отпусти, отпусти. Потом башкой поверти, потом плечами, руками подвигайся. И еще это был момент, где я работал с собой, потому что я сорокалетний, и вот проделать вот эту вот херню, которую я сейчас сделаю, просто не мог. Ну, взрослый мужик так себе вести. Как пидор какой-то. Да вообще. Понимаешь. Слушай, ну это да, это биомеханика, это очень близко к каким-то театральным… Перформативным, театральным, как бы био. Ну да, причем как бы есть там системы всякие от проживания, это система непроживания, изображения и владение телом. И это происходит с моделью, которая приходит, она не знает, что с ней происходит. Просто я показываю и делаю, не вдаваясь особенно в подробности. Подробности вдаюсь только тогда, когда человек ментально к этому готов, и это нужно. Самое главное – развязать. Вот это вот добиться. Чтобы было трудно сделать, к примеру, с Алиной, ну там мы сразу обнаружили точку, бам, и развязалась. Ну да. Нет, ну у нее был потенциал, поэтому я ее к тебе не привел. Там есть еще один потенциал, как бы я ей говорил, еще раз говорю, зубки, вот боишься показывать свои зубки, а зубки прекрасны. И когда мы сделаем так, что она увидит, насколько прекрасны ее зубки и станет к этому относиться, у ней столько комплексов, вот просто развяжется. Ну да. Потому что вот эти клочки вампирские, это же такое чудо. Она их прячет. Она их прячет, перестанет прятать. И будет вот половина портретов, которые я подумал. Ну мы здесь на самом деле, походу, если мы будем оставлять. Сейчас, момент. О, все еще вообще огонь. Что-то зря переживала. Что-то у меня на клипах, они мне летят прям вообще один за другим. А тут скручиваем. А, ты передпустил что ли? Нет. А, так не надо. А, чтобы не, чтобы он мог врезать. Нет, все. А, все это в конве, короче. Можно, если что, это вставить в общий ряд. Остановились мы на самом важном, на пидорах. На гомосексуалах, как принято сейчас выражаться. О, нет, 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 извините. Вот к этому я отношения не имею, а про пидоров можно... Да, ну а что мы про пидоров скажем? Нет, нет, я просто повеселился, что-то разные вещи, понимаешь? Да. Слушай, ну хорошо, тогда... Пидор – это состояние души. Да, я согласен, да. Есть гомосексуалы, а есть пидоры. И для того, чтобы стать пидором, совершенно не обязательно... И среди этих гомосексуалов куча замечательных людей. Кто с кем приходит. Лично мне до фени дверцы было всегда. Согласен, да. Хотя, кстати... Хотя воспитание было такое, что я не привык, что они вокруг, да. И мне пришлось поконтактировать с ними, чтобы освоиться, чтобы относиться к ним как к людям. А они как к людям, ну реально. Иногда не отличишь от людей. Прикиньте. Сейчас он еще заявит, что баба тоже человек. Это ж вообще как бы снос башки. Лучше меня не заявляй, о чем я по этому поводу думаю. Да. Я практически феминист. Да, как и я на самом деле. Я девушек люблю, уважаю и прочее. Лесбиян и феминист. Да, мне тут одна тоже в Москве знакомая сказала, меня поражает, как ты уважительно отзываешься о своих бывших. Я так удивился, говорю, что бывает наоборот, как я сплошь и рядом. Ну не знаю, они все были прекрасны. Есть. Да, Гриша, скажи, пожалуйста, ты вот все-таки какие-то цели для себя ставишь в будущем? Или ты вот как по волне плывешь? И, собственно, куда оно тебя приплывет? Нет, я долго плыл по волне. Я ожидал момента чудного, когда у меня появится вторая составляющая моей внешней личности, которая будет заниматься продвижением. Как бы мастер, занимающийся продвижением, это мастер, которого можно два раза меньше. Сейчас у меня появилась эта составляющая, и как бы проекты начнут реализовываться. Это школа, там в описании будет, да? Все, я, конечно, поместим, конечно. Вот эта школа, это большой клуб, я хочу по стране собрать большое комьюнити, чтобы в разных уголках было. И сейчас вот каждую неделю проходят эфиры, где я там что-то разговариваю про фотографию. Сейчас вот начнем разговаривать качественно, потому что уже вооружаемся техникой. Будет достаточное количество рекламы. Комьюнити, клуб, большой клуб, который по всей стране, да? Возможно, даже с другими языками. Это в планах. Школа, школа для начинающих, это онлайн, и школа для, вот то, о чем я говорил, курс по пластической анатомии для фотографов, это я не шутил. Это проработанный курс, который я буду давать, скорее всего, буду давать в Москве, поскольку это вопрос денег. Не тех денег, которые я буду, хотя и тех денег, которые я буду зарабатывать. Просто там мне нужно конкретное количество студентов, конкретное количество моделей, много всего, и это очень бюджетная хрень. И хорошо это делать можно только на нормальных деньгах. Обучение. Мое основное занятие с точки зрения денег и другой реализации, важной реализации для меня. Это я, сенсей, такой весит себе. Все знаю, перепрошью мозги, научу как надо. Ну, как-то так. Скромно. Скромно, да. А, да, еще. Никто лучше меня этого не сделает. Да. Ну, поскольку скромно. Поскольку, да. Поскольку скромно. Не, а так и надо, на самом деле. Ну, что я могу сказать. Это круто. Особенно, конечно, меня впечатлила вот эта идея с вузовской темой. А, про выставку забыл. Будет выставка. Давай, давай. Вот, как бы, что будет следующее. Я, просто на самом деле, выставка очень дорогая история. Но все то, что я делаю, мои фотографии, они делаются, вот то, что вы видите в соцсетях, вдруг увидите у меня, это все на самом деле вообще не так. Это вот маленькие обрезанные хреновины. На самом деле, это здоровые, очень красочные истории, которые делались изначально для того, чтобы быть картинами. И как бы у меня запланирована выставка, но она опять дорогая. То есть там надо будет собрать ресурсы. Потому что делать выставку по-питерски, вот эта вот херня, которая как попала напечатанная и непонятно где развешена. Как бы смысла нет. А так мы делаем картину, чтобы была картина. Мы делаем выставку для того, чтобы это было событие. Ну, как-то так. Вот выставка. И когда до выставки дойдут, там откроются перспективные ворота какие-то еще. То есть нужно вот школа раз, курс два, выставка три. И через год посмотрим. Ну, прекрасные планы, конкретные. Хочется пожелать тебе успехов на этом непростом пути. Ну, интересно. Ну, интересно, да. Всяких творческих тебе узбеков, прекрасных моделей и так далее. Вот как последнее. Спасибо. Да, да. Последний год, да, кстати. Да, последний был год. И еще, там еще впереди три сессии, после которой ты... Ты ее не узнаешь. Нет, узнаешь. Ты как раз узнаешь. Еще узнают. Может, что-то узнает. Ну, все, друзья мои. Значит, пишите ваши вопросы. Если что, обращайтесь к Грише, если вы там хотите как-то поучаствовать в этих процессах в разных апостасях. Ссылки все будут в описании под этим видео. Ну, мои все ссылки там тоже будут. Оставляйте ваши замечательные слова поддержки или ненависти. Увидимся. Пока.